Продолжение следует... Судя по всему, которая расследует дело о пропавших девушках, которые пропали. В общем, нам нужно раскрыть правду. Меня беспокоит, что у меня вот этот факел. Давайте посчитаем, сколько он горит. По сути, секунд 10. И нам нужно двигаться вперед. В конце предыдущей серии, когда я туда пробежал, у меня потух факел. Вокруг меня что-то начало происходить нехорошее. Поэтому погнали. Давайте больше не будем допускать, чтобы что-то плохое произошло. Так, тихо. Я не знаю, куда идти вообще. У нас есть дорога вон туда, куда-то назад. Есть дорога вон туда. Я просто практически на 100% уверен, что... Если факел потухнет в грамешной тьме, то я умру. Но мы побежали. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Куда я бегу? Где? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой А нет, я куда-то пришел, смотрите. Чуйка опять меня не подвела. Меня постоянно вывозят на такие вот места. Что за домик в лесу? Это же надо как прет. Я так понимаю, там еще где-то 10 развилок было. В последнее время мне на такие моменты... Да мне всегда на такие моменты видел. Помните, Сирен, Блад, Курс. Как мы там мега сложнейшие коды с первого раза подбирали случайным набором. Так, передняя входная парадная дверь. Не открывается. И я бы даже сказал, не поддается. Дом такой, я бы не хотел здесь жить, честное слово. Но сейчас в таком окружении я лучше зайду в дом. Понятно, я не зайду в дом. Что-то мне подсказывает, что будет открыт только подвал. Ну, конечно. Так, ключ. Только не говорите, что мне сейчас нужно будет возвращаться назад за ключом. Это же не круто. А что если ключ под половицей? Здесь нет половиц. Что же делать-то тогда? Давайте обойдем еще раз. Я совершенно не хочу туда возвращаться. Есть вот эти мои понты. По поводу того, что меня постоянно канает. Там и тому подобное. Нет, я ошибся. Неужели мне нечем разломать эту штуку? Ломайся. Нет, мне нужен ключ. Да как же так. Ну, придется идти обратно. Что самое печальное, то, что я и не вижу, куда мне идти вообще. Где я? Кто-нибудь что-нибудь видит? Это, по-моему, самая темная игра. Вообще. В принципе. Но вон оттуда, откуда-то, или вон оттуда я упал, назад вернуться уже не могу, походу, да? Да. Значит, все-таки надо что-то делать тут. Блин, прям груз с души. Вот только что. У кого-нибудь какие-нибудь идеи есть? Что плохо, то что я, по сути, вообще ничего не вижу. Реально, как слепой котенок здесь. Здесь мыкаюсь. Так, нет. Нет. Все кнопки взаимодействия, в принципе, перепробовал. Дайте мне какой-нибудь камень или топор тогда, что ли, я не знаю. Хорошо, я просто хочу зайти внутрь. Вот там еще один дом. А, вот. Блин, как я вот в темноте вообще что-то могу видеть? Люди, наверное, в комментариях недоумевают вообще. Как тут можно что-то не увидеть так светло? Это потому, что я осветлил вам это видео. Для меня вообще тут темень кромешная. Вот. Как там негры ночью копали уголь. Нет, видимо, все-таки что-то здесь. Хорошо, давайте все проверять. Во, смотри, ключ. Надо же. Теперь у нас есть ключ. Давайте надеяться, что... Это не включит какой-нибудь триггер. И за нами не начнет гоняться... Что-то непотребное. Из одного приятного места в другое. Что? Ну почему так темно в этой игре? Отлично. По крайней мере, тут есть электричество. Хотя лучше бы горел факел. Тогда бы я... Поджег свой факел. Напомню, зачем мы здесь вообще, в принципе, так. Сначала напомню, я просто не хочу туда идти. Не хочу. Короче говоря, пропала девушка где-то в этих лесах. И нам нужно раскрыть правду. Сейчас мы этим займемся. Все, пойдем, хоть отговорок. Тихо. А мы тут не одни, да? Да что же за хрень-то такая? Мне кажется, что... Сейчас... Лучше спрятаться. Спокойно. Все будет хорошо. Все будет просто замечательно. Все будет... В этой игре один коридор приятнее другого. А что так темно-то? Я чувствовал себя так, как будто я бывал в этих местах сотни раз до этого. Но я уверен, что это мой первый раз. До вчерашнего дня существование этого убежища было для меня просто вымыслом. Что за ум может быть таким, ну, бриллиантом, то есть великолепным. И в то же время таким сумасшедшим, что может создать системы такие эффективные. Ну, в общем, в доставке боли и страдания людям. Там было две страницы. Почему была только одна? Нужно нажимать «Б». Во. Так, ну ладно, допустим. Тем не менее, посыл понятен. Рубанок смерти. Человека кладут. И похоже... Что это? Как это? Ему... Я не хочу знать. В общем, его ногам после этого крышка. Надевают на голову вот такую штуку и закручивают, пока парень не становится доволен жизнью. Это что такое? А, это для удуший. Печально. Привязывают к доске. О, пипец. И при этом насаживают на шипы и еще и растягивают в стороны. Да, действительно гениальный конструктор. Сажают на шипы и вкручивают ноги и руки до тех пор, пока я жертва... Ого. Свет включился. Ухи, твою мать. Хорошо. Короче говоря, вот это вот сжимается ему в ноги, похоже. Ладно. А сейчас как струна. В любой момент лопну просто. От смеха, конечно же. Куда пойдешь? Налево пойдешь? Право пойдешь? Ладно, я бы предпочел пойти сюда. Не знаю почему. Туда мы не пойдем. А давайте сходим вообще. Тихо. Эти пыточные комнаты меня реально вымораживают. Короче, что я думаю, сюда кого-то сажали и рвали на счастье, наверное. Капец какой. Я не знаю, как там был человек, придумавший эти механизмы, но то, что разработчики больные люди, это фактически факт. Ого, что это? Ммм, я понял, в ту штуку. Зачем мне это делать? Я правда не понимаю. Какая-то втулка. Ого, черт, я это собираю. Я не собираюсь ставить эти механизмы, работать. Возможно, сюда же. Там кто-то прошел, нет? Сюда тоже что-то надо поставить. Допустим, вот это вот, нет? Нет. И вот это нет. Ну, хорошо. Давайте выметаться отсюда. Как долго он этим факелом. Хорошо. Штопор подобрали. Да, я открывашку для пива. Еще один. Сколько их тут? На самом деле, я их так называю, просто чтобы не задумываться о том, для чего они на самом деле нужны. Ну, их нафиг. И я больше не буду описывать, что эти машины делали. Почему? Правильно. Потому что, ну, нафиг. Так, сейчас мы сходим сюда, что-нибудь еще пришпандорим. А потом вернемся к тому колесу смерти и пришпандорим что-нибудь к нему. Так, неужели ничего не надо? А, сюда нужно вот это, похоже, ерундовина, которая нагло надевается. Здесь ничего нет больше. Хорошо. Хорошо. Ну, как хорошо? Плохо, но... По крайней мере, никто убить не пытается пока. Фух, так. Что же со звуками в этой игре? Нет. 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 Почему? Вот на это у меня были особые планы. Одно, допустим. Хорошо. Миленькая такая, добренькая головоломка в игре, да? Так, первый. Второй. Что еще сюда может понадобиться? Больше ничего. Хрен не знает. Давайте попробуем все применить. Нет. Нет. На самом деле, это было очевидно. Я бы еще не отказался. О, тут еще сюда можно пойти. Не отказался бы, если бы вот эти фотки, которые я просмотрел, можно было бы как-то просмотреть по новой. Скорее всего, можно, но... Получается, вон оно что. А что если в эту игру... Нет, нельзя играть на геймпаде, похоже. Я попробую просто. Что можно приделать сюда? То есть сюда, скорее всего, рукоятку... Ну, штопор. Вот оно. Это вот, да? Тюха! Шикарно! Пипец какой. Так, лады. Туда я пока не пойду. Не хочу. Здесь, похоже, содержали жертв в нечеловеческих условиях. И мы подобрали еще один. Привесный. Потом у меня мысли путаются. Вот, отлично. Еще одна приятная вещь в нашу копейку. Ух, твою мать! Спокойно. Ладно. Та фигня на самом деле, да? Подумаешь. Чего ты, мать вашу? У меня, по-моему, сердце просто в трусы упало. Так, что... Так. Ага, понял. Пардон, я задел микрофон. Жестко. Вы знаете, мне кажется, что вот этот вот человек в жилетке, это я сам. Ой. Кто выключил свет вообще? Так, ну здесь получается у нас все. Ту штуку мы сделали. Это мы сделали. Это мы сделали. Сюда мы... Ой, какой больной ум вообще создает такие игры. Талантливый, но, по-моему, больной. Капец. Я даже не хочу смотреть на то, что сейчас будет. Идиотизм просто. Не хочу. Я не хочу к этому... Вот к этому я вообще не хочу идти. Ну... Как так вообще? Я не знаю, что сюда можно применить, но... Что-то сейчас определенно подойдет. Вот это, допустим. Капец. Так, а что, все? У нас вроде больше ничего не осталось. Да, только факел. Окей. Хорошо. Совсем, правда, уже нехорошо. Ну, ладно, давайте теперь пойдем куда-то. Сейчас будет смешно, если окажется, что там на самом деле можно было вперед пройти. И этим не заниматься. Да нет, вроде, сюда ничего не надо. Ага. Да? Мой факел? Твою мать. А почему мой факел? То есть, то, о чем я говорю, похоже, правда, это я и есть. Просто... Либо я потерял память, либо придуриваюсь. Хорошо. Ниже, блин, я надеюсь, что выше. Вы знаете, это, по-моему... Я так про каждый хороший инди-хоррор говорю. Глава первая закончена. Спасибо, что играли. Следующая глава выйдет через некоторое время. Короче говоря, на этом, похоже, на данном этапе игра и заканчивается. Что я хочу сказать? Эта игра, по-моему, самый крутой инди-хоррор в последнее время. Учитывая, что я так говорил, на всех последних инди-хоррорах, я хочу просто порадоваться тому, что выходит так много реально крутых вещей. И вот это вот в плане анимации, проработки всего, графики, освещения, она была реально сделана на очень профессиональном уровне. То есть, по-моему, это очень больная игра, но при этом дичайше страшная. Я реально всю игру не просто там пугался скримеров, а действительно просто находился в каком-то диком напряжении. И сейчас еще тоже голос дрожит. Но при этом, блин, это реально было очень круто. И я жду финальной версии игры, потому что это будет что-то с чем-то. Где-то, наверное, на уровне... Ну, не знаю, не буду там ставить каких-либо... А пломбов, штампов. Короче говоря, это будет круто. Мне очень понравилось. Надеюсь, понравилось и вам. Увидимся в других инди-хоррах. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok